25 октября вследствие аварии на водоводе в муниципалитете начались проблемы с подачей воды. Возобновление услуги препятствовали дальнейшие сложности. Подробнее обо всём расскажем в нашем материале. Водовод в Затувокино прокладывался более 50 лет назад военным ведомством. Большинство схем прокладки центрального трубопровода не сохранилось. Подрядчик, который осуществляет строительство нового водовода в рамках программы «Чистая вода», прокладывает новую нитку, опираясь на данные георадара, который их выдаёт с погрешностью в 2 метра. Поэтому полностью исключить аварийные ситуации невозможно. 25 октября из-за земляных работ подрядчика произошёл прорыв на сетях магистрального трубопровода в районе городского пляжа. В кратчайший срок мы обязаны подать. Я понимаю, недовольство людей, здесь ничем не оправдаешь. Услуга должна быть предоставлена. Примтеплоэнерго озадачено. Бригады работают. Все порывы, которые можно было сегодня устранить, остался один порыв. Место порыва устраняла бригада Примтеплоэнерго совместно с подрядной организацией. Сотрудникам необходимо было слить воду, чтобы устранить порыв. Заполнение системы выполнялось не на полную мощность, чтобы избежать гидроудара. Но из-за обветшалости и сильного завоздушивания трубы не выдержали давление. Было обнаружено еще семь порывов, самый серьезный из которых в районе поселка Дунай не давал на 100% заполнить резервуар. К ситуации подключился заместитель председателя правительства Приморского края, министр ЖКХ Виталий Блотский. Довожу до вашего понимания, что в течение ближайших двух суток устранено четыре. Сейчас мы работаем на двух еще порывах, которые будут устранены сегодня и в понедельник. Еще один седьмой порыв, что позволит на сегодняшний день увеличить объем наполнения резервуаров. Это сначала Фокина и, к сожалению, чуть позже. Почему? Потому что идет последовательная подача воды и набор соответствующего давления для последующей подачи к вам в дома. Поэтому с извинениями в ваш адрес обращаюсь к вам за тем пониманием, которое, к сожалению, потребуется для того, чтобы мы за сегодня, за завтра восстановили соответствующий объем воды в резервуарах, давление в системе. И уже начиная с сегодняшней ночи и завтрашнего дня соответствующий объем подачи воды в ваших домах, в ваших квартирах будет обеспечен. Продолжается восстановление и проверка работы водоснабжения в нашем округе. Аварийные бригады продолжают работать, чтобы система восстановилась полностью и функционировала в штатном режиме. Порывы могут возникнуть и в будущем. Но здесь будут предприняты все необходимые меры, чтобы исключить их или минимизировать.